дмитрий скажите что нам угрожает сегодня я нации прежде всего какие продукты или что помимо экологии вот что мы делаем такое что едим что есть делать нельзя уважаемый андрей викторович хотел бы напомнить вы это прекрасно знаете вы это все-таки отражали о том что в 1978 году в советском союзе ну была такая когда-то страна было найдено вещество которое вызывает рак оно называлось глицидол рак вызывали глицидил эфиры это абсолютно промышленные вещества которые возникают в процессе переработки отдельных продуктов питания и с тех пор 78 года глицидол являлся абсолютно восьмом году наш главный санитарный врач геннадий григорьевич онищенко за номером 22 самых опасных веществ российской федерации то есть высокоопасных это класс 2 а лицидол назвал веществом который вызывает смерть людей сегодня до 70 процентов продуктов россии в российской федерации содержит глицидол в результате того что санитарные правила 1008 года 1978 года которые написаны были в советском союзе они просто не соблюдают с определенными людьми до 70 процентов да до 70 процентов уважаемый андрей викторович сегодня содержит продукты с глицидол какие же это продукты прежде всего на ваш взгляд андрей викторович это все растительные продукты которые содержат высокую жирность ну например если мы с вами покупаем так называемое слоеное тесто это глицидол когда мы с вами покупает покупаем хлеб это глицидол когда мы покупаем отдельные кондитерские изделия ну например русский пряник вот есть такой знаете тульский пряник продукт который содержит до 20 процентов жиров которых находится глицидол который убивает наших детей огромное количество глицидола содержится в наших молочных продуктов подделка фальсификация вы знаете что в некоторых случаях до 80 процентов масла является фальсификатом вот фальсификат масло это глицидол причем аркадий мамонтов например купил масло на улице тверской в магазине с видом на кремль с очень красивым названием которое ну как-то там связано с кремлем и когда он привез это масло в чехию лабораторию но в россии просто отказались увидев масло увидев производители в россии сказали но вы знаете большой человек делает большое масло красивое кремль изображен на масле но такое масло делать нельзя мы получили если не ошибаюсь 9,8 раз превышение глицидола над предельным допустимыми дозами то есть это масло канцерогенное наконец масло глицидол содержится в огромных количествах мясных продуктов сегодня то есть это все продукты которые убивают россиян колбаса колбаса это отдельная песня причем я вам по секрету могу сказать есть колбаса которую я искренне люблю который моё имя колбаса докторская которая является жирной достаточно и вот так вместо натурального жира который ну я не хочу говорить что это плохо хорошо наверное это все-таки жир который хочу напомнить то когда ее создавали тридцать шестом году ее создавали по отношению к изможденным царским режимом революционером да ну то есть да подкормить подкормить калорийная колбаса да да и она была жирная но сегодня это колбаса которая делается из технического пальмового жира который содержит глицидол и докторская колбаса сегодня в россии это тот опасный продукт про который ну вот я сейчас перепрыгну на чехию когда в чехии увидели содержание глицидола лицидоловых эфиров масле они спросили а это точно едят люди мы как бы объяснили да люди действительно едят аркадий мамонтов говорит но это вот в россии это как бы этот продукт питания который продается на главной улице россии они горят но у нас бы в чехии это точно это за это посадили но то есть сразу даже никто бы разговаривать не стал просто тюрьма это ваш дом родной и поэтому сегодня это наша большая проблема а какие же продукты безопасно или их просто нет сегодня учитывая пестициды на полях вот что можно есть не боясь рака вашим андрей викторович к сожалению сегодня в российской федерации российская федерация входит в топ 10 стран мира по раковым заболеваниям на душу населения то есть но я не хочу немножко здесь конкретизировать какой россии у россии место но могу вам сказать что это топ супер топ и россия сегодня это та страна в которой но давайте мы с вами просто скажем одну цифру да три целых семь десяток миллиона то есть то есть три миллиона семьсот тысяч граждан российской федерации это ну я на вскидку могу сказать более двух процентов это больные онко или пред онкозаболеваниями то есть гигантская совершенно цифра это дети это взрослые наконец это пожилое население и россия в этом отношении держит в мире ведущую позицию более того я могу сказать что за 10 лет чистота раковых заболеваний в россии выросла на 23 процента но это это знаете это вот уже некий рекорд который ставит наша страна по онкозаболеваемости и онкозаболеваемость растет мы не видели никогда такого количества онкобольных мы не видели но вот я все-таки в системе здравоохранения работая врачом уже 24 года могу сказать что вот сегодня у меня огромное количество раковых больных я никогда такого не видел я не видел такого количества молодых людей я не видел такого количества детей и ну например по раку щитовидной железы мы понимаем что мы за 30 лет выросли в двести пятьдесят шесть раз например рак щитовидной железы это в том числе глицидол потому что это основное вещество которое вызывает рак щитовидной железы и вот это раковая пандемия одна из причин и но с моей точки зрения как врача одна из основных причин это все-таки некачественная пища которая находится на наших прилавках ну хорошо вот объясните мы говорим честно и какие тут вопросы но вот разбираем спагетти наши спагетти из твердых сортов пшеницы алтайская пшеница барнаульская которые итальянцы у нас покупают там нет глицидола андрей викторович спагетти глицидола нет спагетти есть другая проблема вы это прекрасно знаете что твердые сорта пшеницы российской федерации вывозятся в италию если вы попробуете итальянские спагетти сделаны из российской пшеницы и мы вывозим 20 миллионов тонн задумайтесь 20 то есть каждое пятое зернышко из своей страны мы вывозим почему выводим зернышки южных регионах самых лучших пшеница это все-таки южная культура и если вы сравните спагетти известнейшей а можно называть компании или нет давайте рискнем я конечно могу попасть под арбитраж но у нас с вами вы здесь не будете причем я все беру на себя но мы все-таки должны людей предупреждать это наша миссия поэтому давайте называть все как есть и компании тоже я искренне обожаю я откровенно скажу я уважаю компанию итальянскую барыла это 5 старейших итальянских по не мое если я беру итальянские спагетти барела на территории той ли на территории чехии на территории польши и беру бали на территории российской федерации это совершенно разные спагетти это связано с тем что спагетти которую вы зарабатываются в европейских странах, они делаются по европейским стандартам. Они делаются из твердых сортов южной российской пшеницы, Ставропольского края, Кубани. А вот та барилла, которая здесь, она почему-то растекается, расплывается, она имеет совершенно другой вкус. Она разваривается. Почему? Я подозреваю. Но я хочу напомнить, что в Российской Федерации свои стандарты на продукты питания, и поэтому наши продукты питания очень не похожи на продукты питания, которые вырабатывают такие же компании на территории Европейского Союза. Здесь я хотел бы вам напомнить, что... Вы у нас пропали с голосом. ...швейцарская компания, которая вырабатывает детское питание на территории Швейцарской конфедерации по составу детского питания, но не похоже на детское питание, которое вырабатывается в России. Об этом в прошлом году говорил у нас ФАС. Он требовал у этой компании привести в соответствие продукцию, которая производится в России, продукцию, которая производится в Европе, но при этом никто не сказал о том, что содержание... Вот только Аркадий Мамонтов сказал, что содержание глицидилов и эфиров может превышать в десятки раз, в десятки, ну как минимум 18-20 раз предельно допустимые дозы по глицидолу в продуктах европейских. То есть нашим детям могут давать продукты, которые содержат канцероген в десятки раз выше, чем содержание в Европе. Потому что в нашей стране качество масел по канцерогенам не регулируется. Но все-таки есть вот совсем безопасные продукты, которые вот вы можете перечислить, и в любом магазине покупаешь и не умрешь. Да, Андрей Викторович, это маца. Понятно. Ну а кроме мацы? Маца я услышал так, а кроме мацы? Ну на самом деле сегодня в Российской Федерации достаточно много продуктов, которые являются безопасными. Мы делаем относительно безопасные, ну например, помидоры. Как бы, что бы мы ни говорили сегодня про помидоры, огурцы, ну то есть сезонные фрукты в Российской Федерации относительно безопасны. Относительно безопасными в Российской Федерации является вода, например, которая продается в нашем магазинах. Относительно безопасными в Российской Федерации являются крупы. Но все остальные продукты, особенно из красного переработанного мяса, молочные высокожирные продукты в Российской Федерации к сожалению являются опасными А рыба? Речная рыба, морская рыба? Я с огромным уважением отношусь к речной морской рыбе Российской Федерации наша рыба действительно неплохого качества, но когда я встречаюсь ну например с Телапией, извиняюсь за то что я называю рыбу которая произведена на территории Юго-Восточной Азии потому что в России Телапия не растет нам рассказывают о том насколько это полезная рыба, я знаю знаменитую китайскую поговорку что если бросить башмак в канаву с Телапией, от башмака не останется ничего это что касается той рыбы, которая к нам поставляется из Юго-Восточной Азии плюс давайте откровенно мы с вами говорим о том, что креветка которую любят большинство россиян сегодня это все-таки не морская креветка это некая аквакультура которая выращивается на рисовых полях вот представьте, что рисовое поле на котором раньше росли мошка, комары в него селится креветка она принимает все ядохимикаты все удобрения, которые попадают в это поле но при этом креветка съедает всю маку весь комар и растет вместе с вот этим рисом собрали рис, собрали креветку двойная польза и сегодня, к сожалению, в креветке которая поступает у нас из Юго-Восточной Азии это не морская в основном это и морская креветка которая выловлена в открытом море это креветка с рисовых полей но это не тот продукт который, наверное, должен попадать на столы россиян но если вы берете креветку консервированную потому что креветка сама по себе сухая она сухой продукт там очень много белка много холестерина много холестерина но в креветку добавляют искусственные масла вот здесь мы как раз с вами сталкиваемся с канцерогенами которые в Российской Федерации не ограничивают то есть получается, что жить в нашей собственной стране не только опасно но это еще и некий эксперимент вот смогу я дожить там до какого-то возраста без онкологии когда все против человека я правильно понимаю? Андрей Викторович на самом деле во всем мире сегодня идет очень большая серьезная борьба ведь онкология вышла на второе место после заболеваний сердца и сосудов весь мир борется с онкологией это делают все, кроме нашей Родины на нашей Родине с онкологией борются строительством ну каких-то новых суперцентров при этом хочу вам напомнить что есть такое заведение ну кто-то уважает, кто-то нет это институт рака ВОЗ который находится в городе Лионе есть такой во Франции небольшой городок хороший, комфортный и вот институт рака сделал очень интересное заключение в 2018 году они пришли к выводу что если из продуктов питания убрать промышленный загрязнитель который называется глицидил эфира о котором мы с вами ну вот сегодня как основной основную тему заявили то заболеваемость рака упадет на 30% вот представьте, что сегодня у нас в Российской Федерации 3 миллиона 700 тысяч больных раком либо переходными формами между предраком и раком у нас сразу же перестанут болеть миллион 300 человек миллион 300 просто будут живыми здоровыми нам не понадобится открывать новые суперонкоцентры нам не понадобится сегодня огромный штат врачей и медицинских сестер просто из-за того что мы уберем всего один промышленный загрязнитель из продуктов питания неужели никто в России по большому счету за всем этим не следит ну раз такие цифры значит никто не следит так получается вообще никто ни Роспотребнадзор ну вообще никто ни Природнадзор ну никакие надзоры ни ФАС ни ШМАС Андрей Викторович ну я повторюсь то что говорил главный санитарный врач Геннадий Григорьевич Онищенко в 2008 году четко написал глицидиловый эфир глицидол является канцерогеном который может поступать через дыхательные пути кожу и пищу в организм человека и его содержание должно быть ноль ноль после этого после этого было принято целый ряд законодательных актов поднадзорных актов по которым говорил в которых говорилось глицидол ну он вроде как и регулируется и не надо его регулировать и сколько его будет но и бог с ним самое интересное что люди которые противодействовали попаданию этого яда в наш организм они на самом деле появились по большому счету в 2008 2009 году группа лиц которые говорили ребят ну давайте придем в порядок ведь на самом деле все очень просто но Европа навела порядок в течение одного года давайте наведем порядок и в нашу пищу это не должно попадать но вам могу сказать что те кто кормит наше население глицидиловыми эфирами промышленными загрязнителями это очень сильное лобби это ну даже можно сказать надгосударственное лобби потому что то что мы сегодня видим это не на территории Российской Федерации вот давайте я вам историю расскажу удивительную совершенно историю с моей точки зрения 11 лет Госдума 11 лет целый ряд общественных организаций поднимает вопрос о том что канцерогены в пищу россиян попадать не должны все это бессмысленно это бесполезная трата времени бесполезная трата энергии ну и в конце концов удивительно происходит знаете есть такая маленькая страна в нашем экономическом сообществе называется Киргизия так вдруг Киргизия ни с того ни с сего я не знаю что их подтолкнуло на это решение Киргизия вносит в Евразийскую комиссию предложение а давайте на примере Европейского Союза Америки всех ограничим глицидол глицидилы эфира в нашей пище и начинается удивительная история начинается история года мытарств чуть больше полутора лет мытарств Киргизии как государство которое пинает все остальные государства союзного нашего союза Евразийского союза и бедная Киргизия как бы летает как пинг-понговый мячик между всеми потому что все говорят Киргизия ну тебе зачем ограничивать канцерогены в пище россиян Киргизия говорит ну я очень хочу я почему это говорю я много раз встречался с главным санитарным врачом Киргизской республики Иркином Маратовичем Чичибаевым совершенно замечательный человек потрясающий человек человек который думает о своем народе думает знаете такой государственник настоящий он неоднократно выступал на нашем российском телевидении говорил давайте ограничим давайте спасем нашей страны от рака от онкологии я знаю кто из чиновников потому что мне Иркин Маратович в открытую говорил кто из чиновников в том числе и российских с ним говорил вел душеспасительные беседы к нему летали специальные самолеты наших чиновников которые говорили Иркин ну зачем тебе это большая проблема общероссийского государства в результате Киргизия добилась того что в августе 2019 года комиссия союзного государства есть такая комиссия когда сидят министры принимают решение приняло решение об ограничении которое должно было вступить в течение месяца на территории союзного государства в силу а на какие продукты ограничения там все очень просто на самом деле это запрещение технического пальмового жира на территории экономического сообщества для производства продуктов питания то есть на нашей территории возится технически есть пищевой ну который очищенный который ну он плохой если честно как врач могу сказать это плохо насыщенные жиры это всегда плохо воз ограничивают и так далее но все-таки когда насыщенные жиры еще содержат канцерогены их относится к техническому ну то есть пожалуйста делайте смазки для вагонных колес да делайте может быть дизельное топливо ну топливо и так далее но в пищу это попадать не должно вот у нас стране в пищу попадает то масло которое не должно попадать в пищу по международным стандартам и вот мы сегодня сейчас уже конец октября начало ноября мы ждем уже с августа 19 года когда в сентябре должно было вступить в силу вот это инициатива киргизской республики мы ждем когда наконец нас перестанут кормить техническим пальмовым жиром и это продолжается ну я здесь хочу вот пнуть одно государство можно или нет можно нам можно можно вы знаете есть такая у нас страна Белоруссия называется которая рассказывает о том какие шикарные продукты белорусские продаются ну например в Хабаровске продаются свежее белорусское молочко свежее белорусское масло когда я задаю вопрос ребят кто-то задумывался над логистикой как молочко со сроком хранения пять месяцев ну свежее молочко я имею ввиду с таким сроком хранения попало в Хабаровск во Владивосток но и все мне как бы задумчиво в этот момент все задумчиво начинают смотреть и говорят это как-то странно вот Белоруссия является тем государством которое первоначально заблокировало инициативу Киргизии запрещающую добавлять в пищу россиян техническое пальмовое масло технически пальмовый жир причем министры Белоруссии пили за этот вопрос очень жестко для меня это показатель безопасности и качества продуктов которые производит это государство и в данном случае Российская Федерация именно Российская Федерация и Казахстан выступили инициаторами которые преодолели вето Белоруссии запрещающие использование технического пальмового жира при производстве продуктов питания в моей стране на моей родине а у нас Медведев разрешил ввозить пальмовое масло я правильно понимаю еще раз Медведев разрешил ввозить пальмовое масло будучи премьером нет на самом деле это произошло намного раньше это разрешил ввозить еще Борис Николаевич Ельцин первым разрешил ввозить гражданин Медведев просто обнулил налоговые поступления ну то есть грубо говоря для того чтобы продавать российское растительное масло ну наше родное подсолнечное нужно было заплатить налоги для того чтобы продавать пальмовый технический пальмовый жир в нашей стране налоги платить было не нужно гениально скажите это пальмовое масло сегодня в конфетах в печенье в мороженом отмороженое которое не на солнце может несколько часов стоять и не растаять где еще я правильно назвал конфеты йогурты абсолютно правильно назвали я могу рассказать о том что есть такие талантливые два ведущих братья Эйвкус они были на Москва 24 если не ошибаюсь ну в общем есть они занимаются есть такая программа супермаркет это не реклама я просто рассказываю они провели очень интересное исследование они взяли конфеты пяти известнейших брендов России ну самые покупаемые не хочу говорить потому что если я скажу то это будет большой бум просто зайдите посмотрите знаете какой результат получился ни в одной из пяти марок известнейших брендов они не нашли повторю не нашли масло какао все масло во всех пяти самых продаваемых брендов России было заменено на пальмовый жир причем в двух из пяти случаях это был пальмовый жир который детям есть запрещено а этот глицидол он как-то из организма выводится нет он из организма не выводится дело в том что это так называемый промышленный загрязнитель промышленный загрязнитель что это такое это вещество которое появилось в последние годы когда мы начали глубокую переработку продуктов питания из-за того что наш организм до этого не встречался с этим веществом мы не ощущаем его вкуса оно достаточно бесцветное знаете оно слегка желтоватого такого маслянисто желтоватого цвета у него нет запаха наши рецепторы за миллионы лет не встречаясь с этим веществом не сформировали на него запах у него нет вкуса потому что наши рецепторы миллионы лет не встречаясь с этим веществом не сформировали вкуса то есть это абсолютно безвкусная без запаха маслянистая жидкость которая когда поступает мы даже не понимаем То есть нам о том, что поступил глицидол в организм, могут сказать только химики. Ну и онкологи, и патологоанатомы, естественно. Извините за грязную врачебную шутку. Именно поэтому сегодня, при этом глицидол не любит никто, и его не любят бактерии. И некоторые производители используют технически пальмовый жир не только для того, чтобы повысить жирных продуктов. Это своего рода канцерогенный консервант. То есть в нем никто не живет. И если ты добавил в продукты питания, ну например в сметанку, да, в сметанку добавил технически пальмовый жир, то эта сметанка не портится. Она убивает все. Но в Российской Федерации, повторяюсь, это не регулируется. Простите, но я говорю некоторые вещи жестко, потому что... И правильно делаете. Скажите, Дмитрий, скажите. У меня действительно огромное количество больных из-за вот этой проблемы. Но это правда. Но эти больные, какие продукты, вот что они говорят, какие продукты они ели чаще всего? Сметану? Вот ваши больные. Вы знаете, мои пациенты, к сожалению, ну с моей точки зрения, это ели кондитерские изделия. Ну например, ну я извиняюсь за то, что сейчас скажу, ну например, человек пенсионного возраста купил очень известную марку печенья. Печенье, которое есть, марка, которая есть практически во всех наших магазинах, недорогая, советская. Он помнит, что это печенье он ел в 60-е, 70-е годы. Это было вкусное, полезное лакомство. Вот он приходит, вот человек пенсионного возраста, он приходит, он знает, что там написано, производится с 1968 года. Он берет это печенье, потому что он помнит его вкус с 68-го года, он вырос на это печенье. Но он не знает, что это печенье в 68-м году готовилось на хороших советских жарах. А в 2020 году оно готовится на техническом пальмовом масле, содержащем канцерогены. Причем канцерогены как минимум в 10 раз выше предельно допустимой дозы. Затем я вижу этого человека, который заслуженный, который уважаемый, который ничем не провинился, кроме того, что он любит печенье 1968 года, печенье своей юности. И он приходит ко мне с раком и мне больно. А Европа вся отказалась от пальмового масла, я правильно понимаю? Нет, Европа не отказалась от пальмового масла, Европа отказалась от канцерогенного пальмового масла. Европа отказалась от технического пальмового жира и сказала, ребят, везите к нам нормальный пищевой пальмовый жир. Мы будем из него производить, но из нормального пищевого. И тут все радостно флопнули в ладоши и сказали, ну ладно, в Россию тогда ввести бессмысленно, но бесполезно, потому что никто не регулирует. Давайте мы неплохой технический пальмовый жир повезем в Европу, а в Россию повезем то Г, которое в Европе уже не принимается для производства продуктов питания. Скажите, Дмитрий, если я предложу вам у нас на канале, ну не надо, может быть, каждый день, но через день, вот вы выступаете с получасовым монологом, 15-20 минут, но вот об одном и том же, о пальмовом масле, об опасности, даете слово своим больным, мы вам поможем с камерами, со всеми делами. Мы сколько лет потратим на то, чтобы депутаты Госдумы от Единой России прежде всего, которые тоже жрут это все говно, я прошу прощения, что так говорю, но просто уже нервы не выдерживают. А на самом деле это даже хуже, чем это уже рак, это не экология, онкология. Вот сколько лет нам потребуется, чтобы нас, всякие сильные дяди и тети, услышали и сообразили наконец, что из себя не жалко, ну давайте хоть детей пожалеем. Вот я вам дам постоянную трибуну, буду рассылать Володину, там все же депутаты все начинается, законодательное надо запрещать. Вот сколько, Аркаша Мамонтов сейчас бьется в одиночку. Когда-то мы тоже говорили про это пальмовое масло и показывали ужасы, и как разлилось это пальмовое масло, где-то там в районе Анапы, что ли, дельфины погибали, я все эти кошмары помню. Но как-то мы отошли от темы, Аркадий молодец, он не свернул. Но если мы вам даем рубрику делать такую, постоянную, монологию, сколько лет у нас потребуется на то, чтобы нас услышали? Запретили это дерьмо наконец к ввозу в Российскую Федерацию? Андрей Викторович, а я могу говорить жесткие вещи? Конечно, никогда не сможем. Не пробьем мы никакого медведя очередного, или мафию какую-то, или те, кто приезжал к вашему другу из Москвы самолетами в Кыргызстан. Не пробьем. Скорее нас расстреляют. Я думаю, что проект будет закончен в течение одного-двух-трех дней или недель. Появим глубокое убеждение, я приведу вам простой пример. 2015 год. Группа депутатов, известных артистов, выступает, ученых выступает за запрет. Это вот как раз европейцы опубликовали свои исследования, которые очень ждала эта группа. Европейцы опубликовали свои исследования. Институт РАК, Всемирная организация здравоохранения, целый ряд европейских научных лабораторий опубликовал исследования о ограничении технического пальмового жира в использовании продуктов питания. Министр образования Российской Федерации в течение одного дня подписывают два приказа 13.13 и 13.14 о ликвидации Центра противодействия потреблению россиянами технического пальмового жира Московского государственного университета пищевых производств за один день два приказа с одинаковым текстом. С ИСПОБУ. С ликвидацией Центра пищевой безопасности Российской Федерации. С ликвидацией Центра спортивного питания, которая отвечала за Олимпиаду 2014, за все остальные, за чемпионат мира по футболу, за все. Ликвидация всего, что выступила против технического пальмового жира в Российской Федерации. Как фамилии министра? Гражданин Ливанов. Мы это все предполагаем. Но теперь-то его нет. Ну, он после этого поработал советником президента Российской Федерации, ну и так далее. Следующий факт. Три садминистра тут же издают приказы о проверке всех фактов противодействия пальмовому жиру, которые изложены группой ученых данного университета. Разгоняют всех. Увольняют даже кошку, которая ловила мышей. Артисты, которые выступали в данной группе, которые говорили, нельзя кормить россиян, убивать россиян. Вот есть европейские исследования, нельзя кормить, убивать россиян. Артисты на протяжении целых, как минимум двух лет, лишились ролей. Депутаты Государственной Думы, которые были в этой группе, которые были в топе всегда больше, в 2016 году никто из них не был переизбран. Поэтому не обижайтесь, Андрей Викторович, но как только мы с вами поставим этот вопрос по-серьезному, я не уверен, что ваша программа останется долго в Российской Федерации на эфире. Более того, это миллиарды рублей, миллиарды долларов. Могу вам сказать, что сегодня в Российскую Федерацию ввозится из более чем миллионов тонн пальмового жира примерно 82-92. Никто не считает, мы пока не знаем. Процента это технический пальмовый жир, который в обычных условиях на наши столы попадает не должен. Это мега-бизнес, за который бьются люди, наверное, о которых мы никогда не узнаем, но которые сидят в облаках. Поэтому эта битва идет, повторюсь, уже сегодня, могу сказать, 12 лет. И победители именно те, кто истребляет наше население. А пальмовое масло идет из Малайзии в основном, да, по-прежнему? Да, в основном это малазийское пальмовое масло. Малазийский союз потихонечку мочит всех ученых, которые говорят, что, ребят, ну давайте приведем в порядок. Ведь на самом деле, уважаемый Андрей Викторович, пальмовое масло, техническое пальмовое масло, и пищевое, оно готовится из одного и того же сырья. Разница, разница, там составляет буквально 7%. То есть для производителей разница в стоимости 7%. В чем проблема? Обычное пищевое пальмовое масло готовится при низкой температуре. Ну то есть вот когда его рафинируют, очищают, рафинируют и дезотарируют, его готовят при низкой температуре и достаточно долго. Если его готовят при высоких температурах, то оно переходит из пищевого в техническое. Ну простой пример. Мы все говорим о том, что на сковородке нельзя раскалять масло, потому что масло становится канцерогенным. Ну вот как только масло начинает дымить, особенно некоторые виды, ну типа хлопкового масла, пальмового масла, оно становится канцерогеном. Вот те люди, которые готовят, изготавливают это масло, они доводят до дыма, и тогда хорошее, достаточно неплохое, качественное масло, которое можно использовать в ограниченных количествах для производства пищи, оно превращается в канцероген. Но это быстрее. Разница в 7%. Дешевле, понятно. Дмитрий, я отвечаю на ваш вопрос. Первое, меня это совершенно не пугает про закрыть. Меня уже в раз 5 закрывали, запрещали. Подонков посылали, бандитов посылали. Я два покушения пережил. Поэтому мне совершенно все равно. Нет, никто никого не закроет, думаю я. Почему? Потому что народ доведен до определенной степени отчаяния. Все понимают, что онкологии больше, а не меньше. Онкологии детской. Я вам как врачу буду говорить то, что вы знаете лучше меня. И у каждого из нас, я все время говорю, что мы все-таки живем в сложной ситуации. Да, есть разные люди с самолетами, которые могут летать в Кыргызстан и пугать местных врачей, высоких, умных и настоящих. Но есть те, кто вдруг понимает, что такой России мы не можем оставлять нашим детям. Потому что нет в ней жизни. Смерти есть, а жизни нет. Поэтому все-таки мое предложение остается в силе. Подумайте. Но я готов уже со следующей недели дать вам любое количество эфиров каждый день. И вы просто будете обращаться, 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 обращаться. Когда мы увидим, что у нас количество просмотров именно ваших роликов, не канала, тут слава богу все нормально. Тут намного больше миллионов в сутки. Каждый день. Но когда мы поймем, что у вас, у меня, у нас, у Аркадия Мавонтова, кстати, Аркашу я тоже приглашаю к нам с своими расследованиями на канал, появится огромное количество людей, миллионы просмотров, тогда уже будем вести себя по-другому. Мы понимаем, что за нами нация, что нация проснулась, народ не хочет жрать это говно. И уже будем как-то говорить по-другому. И в колонном зале можем провести наше собрание, и во дворце съездов. Деньги найдем на это. Еще раз, нормальных людей в России больше, чем дегенератов, которым мало даже одного миллиарда. Мне один объяснял, что когда у тебя миллиард, ты уже в другом мире живешь, крышу сносит, и как-то по-другому смотришь на все остальное. Уже и людей, так сказать. Не жалко, да и за людей их миллиардеры некоторые не считают. Нет. Вот я смотрю по реакции на наши сюжеты. Тронули одного, тронули другого, начинаются звонки, начинаются не угрозы. Нет, люди просто пытаются понять, что надо сделать так, чтобы про них забыли. Я объясняю, да не воровать. Ничего, мы переживем эту хрень, как переживаем. Много, так сказать, то, о чем даже я говорить не хочу, не страшно. Главное, чтобы руки не опускались. Поэтому подумайте. Ваши слова для меня очень дороги. Для моих зрителей уверен, почти для всех. Они рано или поздно зазвучат, как набат. И если вы готовы тратить свое время и свои знания и делиться с ними регулярно, то мы так и сделаем рубрику. Говорит Дмитрий Еделев. Я правильно ударение ставлю? Да, да. Потому, что никогда не в русском языке непонятно, где ставить ударение. И начнем мы с того, что просто вы называете конкретные продукты, прям показываете их конкретных фирм. А все арбитражные риски я беру на себя. Это не страшно. Андрей Викторович, на самом деле, вы святой человек. Спасибо вам, что эти слова нашли святого. Вы моей бывшей Жене скажите, она вам ответит. Нет, нет. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Мне 63 года. И когда я вижу, как от ковида мучаются моя дочь или мои внучки, я понимаю, что власть государства им ничем помочь не может. Я могу. А вот власть. Не было бы меня каких-то возможностей найти кого-то, посоветоваться, лекарства. Ну, когда Лидка заболела, там, скорая помощь к ней ехала, как ко всем, полдня. Я просто понимаю, я не хочу жить в такой стране. Не хочу. У нас нормальные законы. Да, за них надо бороться. Да, мы понимаем, что Медведев не просто так все это обнулил. Да, я бы на месте Единой России своих друзей Саши Хинштейна, Пети Толстого, Ревенко пригвозь бил бы Медведева к стенке на любом пленарном или каком-нибудь каком угодно заседании. Не объясни нации и нам партии, зачем ты это сделал, Дмитрий Анатольевич. Не объяснишь. Мы проголосуем сейчас открыто. И не будешь ты генеральным. Вот это я понимаю работа. Может, чем-нибудь объясним? Я даже приду на это послушать заседание. Они так вопросы не ставят. Вот чем ужас-то. Они поумирали при жизни. Мои коллеги как журналисты. Я боюсь, что это уже надолго, если не навсегда. Но, еще раз, есть наш эфир. Есть внимание определенных людей, в том числе, не скрою, и в Кремле. Мы говорим все, что мы думаем, но это не всех пугает в Кремле. Кого-то пугает, а кого-то не пугает. И в итоге, если миллионы просмотров у каждого ролика, то мы начинаем говорить чуть-чуть громче, весомее. И здесь каждый наш зритель, как бы наш соавтор. Это очень важно понять. Все эти лайки, кто за, кто против, или гадости. Тут же начнут какие-нибудь гутрицы, всякие гадости писать. Да ради бога, ребят, веселитесь. Хорошо смеется тот, кто смеется в последний. Дождемся переговоров. Поэтому не страшно. Молчать страшно. Вот я о чем. Я не прав? Андрей Викторович, вы абсолютно правы. У вас есть, как и у нас у всех, маленький недостаток. Мы, как и вы, никто не имеет своего собственности за границей. Мы не имеем счетов, как и вы, за границей. Мы никогда не уедем с нашей страны. Это наша родная страна. Абсолютно верно. Это наша родина. Как бы это ни звучало. И похоже, даже наши дети, которые не имеют гражданства иностранных государств, тоже не уедут с нашей страны. Отлично. Я считаю, что мы договорились. На сегодня все. А на следующей неделе возвращаемся ко всем этим проблемам. Итак, никого не будем жалеть. Всех по именам. Компании по именам. А что делать с этими фактами? Будем думать вместе. Причем в эфир. Что у вас и генеральный прокурор слышал. Ну, зачем Краснову смерть? Да? Зачем Бастрыкину смерть? Или жене его Оли? Ну, зачем? Зачем? Не зачем. Поэтому будем потихонечку двигать эти камни. Ладно? Договорились? Спасибо. 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 Этот фильм – видеоприложение к большому политическому порталу «Караулов Лайф». Вся правда о нашей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова